Анастасия Ярошенко Пока одни горюют по утраченному авто, другие строят бизнес. Предприимчивые приморцы разместили эти объявления вдоль берега. Как утверждают в комментариях, услуга не из дешевых. За подъем утопленника придется отстегнуть от 50 до 100 тысяч рублей. Интересно, а как они сами не боятся работать тяжелой техникой на том месте, где только что провалилась машина? Наверное, у них сговор. Сговор со льдом. Возможные опасности не останавливают тех, кто всерьез намерен сесть за руль. Может, мы уже поедем? Один уссурийский блогер показал, как учился водить машину в автошколе. Предупреждение. Это инструкция по тому, как не нужно вести себя за рулем. Да-да-да. Да нормально все вообще пучком. Жизнь вообще прекрасная, я тебе говорю. Сейчас подожди у меня вторая линия. Алло, мам. Телефон убираем. Да-да-да. Что? Телефон. А что, нельзя? Да. Давай налево на эстакаду подъезжаем к упражнению. Ты куда опять поехал? Ты что, путаешь? Лево-справо? Да. И фото недели. Геленваген победил. Этот автомобиль занял первое место на конкурсе ледяных скульптур. Проводили его среди заключенных в Приморской исправительной колонии строгого режима. Кажется, чей-то план побега не удался. Напоминаю, что мы ждем сообщений от мобильных репортеров ОТВ Прим. Ими можете стать и вы. Отправляйте сообщения в WhatsApp по номеру, который сейчас видите на экране. Или пишите на мою личную почту. С вами была я. Анастасия Ярошенко. Удачи!